Всем привет, ребят! Меня зовут Айвис. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу снять видео про мои татуировки, историю моих татуировок, почему я их сделал, когда я их сделал, собственно, в этом роде. В первую очередь я хочу сказать то, что не нужно делать татуировки, лишь бы, чтобы было бы красиво на теле. Как правило, татуировки, они не должны украшать людей, и татуировки должны что-то означать для человека, в первую очередь. Все мои татуировки с глубоким смыслом. У меня только три татуировки в целом вообще, и они маленькие. В целом, вам может показаться то, что это банальные вещи, которые буду говорить, банальный смысл какой-то. В любом случае, для меня это очень значимо, и я вообще не жалею своих татуировков. Татуировки нужно всегда делать со смыслом, просто так их никогда не делать, и это очень глупо и по-детски. Свою первую татуировку я сделал, когда мне было 17 лет. Кстати, это было почти уже год назад, год уже как прошел, полгода и две недели, как я сделал свою первую в жизни татуировку. Сейчас покажу вам, как она выглядит. Ну вот, собственно, моя первая татуировка. Надеюсь, вам ее хорошо видно. То есть, это моя дата рождения. Римскими цифрами. Она говорит так вот. Что означают эти цифры? Это моя дата рождения. Собственно, римскими цифрами набил эту татуировку год назад, ровно год назад получается. И почему я решил ее набить? Я долго думал, что я хочу себя набить, потому что мне хотелось татуировку на свое тело. Хотелось, чтобы татуировка была связана как-то со мной, с моей жизнью, кем я являюсь, пометить на своем теле себя, так скажем. Честь себя я набил татуировку, потому что я себя очень сильно люблю, и я хочу, чтобы я всегда помнил, кто я есть такой, когда я родился, и где я родился, и, собственно, больше нечего объяснять. Я уже сказал, что многие татуировки вам могут показаться банальными. Ну, типа, банальный слишком смысл, да, я соглашусь. Это очень банальный смысл, но я делаю это в честь себя, потому что я себя очень сильно люблю, и мне кажется, она меня украшает очень сильно, эта татуировка. Следующая моя татуировка. Повторюсь, у меня их три. У меня их не так много, поэтому я даже не знаю, что мне рассказывать в этом видео. Следующая моя татуировка была вот эта, на моей руке. Многие спрашивают, что это означает. Вот эта М-ка. Это мой гороскоп. Вот так выглядит моя следующая татуировка. Мой знак зодиака. Скорпиончик. Смотрите, там мой котик сидит загорелый. И не обсирайте его, пожалуйста. Он самый красивый и самый ласковый кот в этом мире. Не нужно ему написать, что он похож на крысу или еще на кого-то. Он самый лучший кот. Я люблю. Это означает знак зодиака. Я скорпион, я родился в ноябре месяце. То есть я скорпион, и я горжусь, что я скорпион. Опять же таки, очень банальный смысл от татуировки. Я просто был горд собой. Я люблю себя. И по сей день люблю. И буду себя любить. И захотелось опять что-то через себя набить. Потом мне показалось это очень симпатичным. В конце концов, я скорпион. Я горжусь, что я скорпион. Я не верю в астрологию. Вот это все. Мне просто нравится этот знак скорпиона. Ну и говорят, что скорпионы какие-то там буйные, еще какие-то. Ну, не знаю, похож ли я на самом деле на скорпиона. Но меня это сильно волнует, потому что я знаю, кто я есть на самом деле. Все внутри. Просто опять захотел через себя набить эту татуировку. Набил я ее в сентябре, по-моему, месяца прошлого года. То есть через два месяца после первой татуировки. Набивал я не один, кстати. Я набивал вместе со своей подругой Кристой. И она набила себе точно такую же татуировку. Криста, она латышка. Она на тот момент жила в Париже. И она тоже скорпион. Мы давно хотели это сделать вместе. Вот решились и пошли сделать. И я набил на левой руке, и она набила на правой руке. Точно такую же татуировку. Глупо, скажете, набивать татуировку с подругой, с друзьями. Типа одинаково. Но это не в честь была Криста. И она делала татуировку. Не в честь меня. Мы делали в честь себя. Потому что мы скорпионы, и мы лучшие. Мы гордимся, что мы скорпионы. Потому что это, мне кажется, самый крутой зодиак. Вам так не кажется? Пишите в комментариях. Очень банальные вещи, я говорю. Да, я просто себя очень сильно люблю. Но я не эгоист. Я в первую очередь всегда думаю о других людях. А потом уже о себе. Я при этом люблю себя, и себя очень сильно уважаю. Уважаю свое мнение, и уважаю свои желания. Поэтому любите себя. Это очень важно. Если вы хотите сделать татуировку честь себя, то не стесняйтесь этого. Делайте спокойно. Вас за это никто не имеет права осуждать, или еще что-то. Вы такой, какой вы есть. И если вы хотите сделать эту татуировку, значит сделайте. Но она должна быть со смыслом. Я вот сделал первые две в честь себя. Потому что я себя люблю. И, собственно, третья, последняя татуировка. Она была сделана в декабре месяца прошлого года. Вот она. Собственно, сейчас увидите ближе-близи ее. И вот, собственно, your rules. Люблю ее. Смотрите, как тщательно она сделана. Очень хорошо, очень качественно. Очень тоненько. Прям круто. Это не rules. Что означает новые правила. На тот период жизни у меня был очень сложный период жизни. Я был влюблен в мужчину. И это была не взаимная любовь. Так скажем, я, по-моему, говорил в видео, там, где признавалось, что я гей. То, что я был влюблен в мужчину. И за счет этого мужчины, так скажем, все узнали, что я гей. Потому что у меня больше не было сил скрывать это. Один прекрасный день я решил для себя то, что все, хватит. Новые правила твоей жизни. Ты просто больше не позволишь кому-то влезть в свою жизнь. Ты будешь тщательно теперь выбирать мужчин, так скажем. Потому что я реально очень сильно страдал. Я не мог просто переносить эту бою, ту безумную, которую я переносил. Я решил для себя то, что у меня будут теперь новые правила моей жизни. И на тот момент как раз таки я обожаю Дуалипу вообще. У нее самая популярная песня называется, опять же таки, New Rules. Эта песня была как мой гимн. Не знаю. Она такие жизненные правильные вещи поет в этой песне. Наверняка вы ее все слышали. При певе своем она поет то, что раз. Не поднимай трубку. Ты знаешь, что он звонит, когда он пьяный или одинок. Два. Не пускай его в свою жизнь. То есть ты должна или должна его снова исключить в своей жизни, так скажем. И три. Не будь его другом. Значит, что проснешься у него в кровати, так скажем. И это был мой гимн. И я решил, надо напить татуироку через это. И мне, скорее всего, полегчает после этого. В принципе, так и произошло. Я не долго думаю, записываю своему тату-мастеру. Я делаю одного и того же мастера. Я ссылку оставлю, ну, если вы будете, конечно, в Париже и захотите сделать татуировку, то я ссылку оставлю, конечно же, в описании на этого тату-мастера. Она делает очень классные татуировки. Очень тщательно, очень четко и очень качественно. На качестве прям круто. Это не реклама, потому что мне за это никто не платит. Я просто такой добрый друг и рекламирую все подряд, потому что я люблю своих друзей, так скажем. И я записался, сделал татуировку. И после того, когда я набил вот этот New Rules, в принципе, в моей жизни мало что изменилось. Мне все так же было больно, так скажем. Я все так же переживал, но меньше. Вот реально говорю. Вот обещаю вам, что я меньше парился насчет моего бывшего, так скажем, насчет моей любви невзаимной. Спустя вот месяц мне уже стало абсолютно все равно того человека, потому что появились какие-то новые люди в моей жизни, и они меня отвлекали. И, собственно, я забыл. И когда я смотрю на эту татуировку, я даже не вспоминаю те моменты, когда мне было плохо. Я просто вспоминаю то, что, Айвис, у тебя теперь новые правила в твоей жизни. Ты больше никому не дашь пользоваться собой и манипулировать собой. Никому, никогда. Ты будешь теперь тщательно выбирать свою, так скажем, вторую половинку, и все у тебя будет хорошо, Айвис. И, в принципе, это мои новые правила. И я всегда помню о том, что нельзя больше делать. Потому что тот человек, которого я любил, это была полная ошибка. Это большой опыт. Я благодарен то, что этот мужчина был в моей жизни, потому что я это пережил. Я теперь знаю, как больше нельзя себя вести. И больше нельзя привязываться к человеку, которому, по большому счету, все равно для тебя. И больше я так не делаю. А то, что вот мой сейчас, последний бывший, так скажем, там было все по-другому, там все было взаимно. И не сравнить того мужчину, который был больше уже... Год, кстати, будет ровно как началась эта вся мутка. Короче, не сравнить и того мужчину с моим последним мужчиной. Потому что это два разных случая. Тот, это было вообще незаимно. Я просто... У меня были розовые очки на глазах. Я не понимал этого. Мною просто пользовались. А тут было все взаимно, и все было хорошо. Просто мы расстались под другим причинам. Как-то так, ребят. Я рассказал про свои татуировки. Всегда делайте татуировки со смыслом. Вот мне мои татуировки помогают. Глядя на них, я всегда помню, кто я есть такой. Я рад, что набил эти татуировки. Я ни в коем случае не жалею. Я счастлив в том, что какой-то жизненный опыт привел меня к этим татуировкам. Точнее, к одной татуировке. И теперь буду всегда помнить и знать, что я могу делать, что я не могу делать в отношениях. И на любых свиданиях, так скажем. Так что вот, ребят. Спасибо за просмотр этого видео. До скорых встреч. Скоро будет много крутого контента. Обязательно. Я надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Если оно вам понравилось, то поставьте лайк. Напишите свое мнение про мои татуировки. Правильно я сделал. Читаете ли вы, что это правильно сделать татуировки? Или вы против татуировок? Напишите свое мнение. Мне будет интересно почитать. В любом случае, я вас люблю. И до скорых встреч. Пока-пока. Визу. Муа.